На что обращает внимание при проверке истории болезни страховая компания? Наиболее частые ошибки, за которые штрафуют? Ответит наш эксперт по контролю качества, Каченко Елена Викторовна. Да, это эксперт. Я врач в первую очередь, онколог. В данном случае как эксперт выступает. В данном случае, да. На самом деле, коллеги, я самым честным образом попыталась, обзвонила несколько регионов и попыталась задать этот вопрос кому-то из тех, кто общается со страховыми компаниями, тех, кого штрафуют. Никто не решился поговорить на эту тему, поэтому я решила, что сама попытаюсь ответить на этот вопрос. Немножко не так, как вы ждете на самом деле, потому что... Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Итак, мы основываемся на некие законы. Алексей Александрович говорил, и я еще раз повторяю, мы работаем согласно 323-го федерального закона об охране здоровья и федеральный закон об обязательном медицинском страховании 326-й. Дальше есть правила обязательного медицинского страхования от 2019 года, номер 108-Н. И есть порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий. Короче, качество медицинской помощи, вот этот наш новый 231-й приказ, который вышел совсем недавно в этом году, а еще недавнее мы его с вами получили в пользование. Напоминаю, это приказ министра нашего, что там написано. 40-я статья, федеральный закон, да, сначала мы о нем поговорим. Статья 40-я определяет контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Объемы, сроки, качества. И контроль объемов, сроков, все, что я перечислила, осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, три ступени, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи. Так вот, меня тут вызвали экспертом, на самом деле я часто говорю о том, что да, эксперты, и я на всех уже конференциях повторяю, вас проверяет не страховая компания, не ТЕРФОНД, а вот качество медицинской помощи именно проверяет ваш коллега. Значит, смотрите, если медико-экономический контроль, медико-экономический, первое, это установление соответствия сведений об объемах, то есть правильно ли вы дали количество, соответствуют ли ваши сведения в вашей клинике об объемах проводимой помощи, выставленным счетам. Медико-экономическая экспертиза – это установление фактических сроков оказания медицинской помощи, объема медицинских услуг и так далее. Вот она проводится врачом-экспертом, просто врачом страховых компаний, там, или ТЕРФОНДА. А экспертиза качества медицинской помощи, того, как мы поработали, выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе своевременности, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и того, к чему мы стремимся. Так вот, проводится эта экспертиза врачом-экспертом, включенным в единый реестр экспертов качества медицинской помощи с этого года. Экспертом является врач-специалист, имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации или сертификат, стаж работы не менее 10 лет и плюс еще прошедшее образование по экспертизе качества. То есть, когда вас проверяют на качество, вы разговариваете посредством документов и бумаг с коллегой, имеющим стаж работы по нашей работе. Поэтому вы разговариваете, еще раз, не с врачом страховой компании и не с каким-то там просто экспертом страховой компании. Федеральный фонд, территориальный фонд, страховая медицинская организация для организации вот этой экспертизы поручает проведение экспертизы экспертов, включенному в единый реестр экспертов качества медицинской помощи. Грубо говоря, представитель страховой компании, либо терфонд дозвонит и говорит «Елена Викторовна, будет у вас время провести нам экспертизу из такого-то региона с тольки-то историей болезни». Или там Марья Ивановна, Иван Петрович, неважно. И вот если у тебя есть время и желание, то ты на это соглашаешься, тебе эти истории присылают. Но я вот последние годы занималась, знаю, что происходит в стране во многих регионах. Я думаю, что во многих регионах проклинают меня, может быть. Но я правда вижу беду. Но как-то больше я все-таки провожу реэкспертизу. То есть есть первичная экспертиза, а потом еще реэкспертиза. То есть эксперт проверяет предыдущего эксперта. И у нас вот здесь могут идти нестыковки. На самом деле вот этим 231-м приказом тоже установлено, чем занимается врач-эксперт и кем она проводится. То есть дублируется тот же федеральный закон об охране здоровья. Вот так выглядит экспертное заключение. Здесь я часто показываю. Вы прежде чем... Вот поймите, беда в чем? В том, что те, кто работают, и на местах к ним приходит эксперт, приходит или отправляет его истории на экспертизу. И мы думаем, о, эксперт всегда лучше меня знает. На самом деле это не всегда так. Вот как врач, занимающийся реэкспертизой, я, к сожалению, вижу столько же беды у эксперта, который проверял предыдущих своих коллег. В этом вся беда на самом деле. То есть видят, не там поставлена запятая, как мы говорим, ругаемся, не там бумажка вклеена или вообще не вклеена, а на самом деле серьезных каких-то вещей мы и не замечаем. Так вот, эксперт должен оценить правильность сбора информации, диагноза, оказание медицинской помощи, преемственность. И основное дальше идет заключение, о котором он пишет наиболее значимые ошибки, которые могли повлиять на исход заболевания. И обосновать это. Посмотрите, пожалуйста, первая строчка. Сбор информации, дальше обоснование. Откуда он это взял? Покажите документ, на основании которого вы у меня это требуете. Оказание медицинской помощи. Если вам написано 125 замечаний, то на каждое должна быть ссылка, откуда это взято. А не просто, я так считаю. К сожалению, очень многие из нас еще проверяют, а в моей клинике принято так. Так вот, дальше. В Эстом 231 приказе у нас есть несколько листов, по которым проводится проверка и за что должна штрафоваться клиника. Не за что придумал эксперт, который к вам пришел. А есть повод. Установление неверного диагноза, мы вчера об этом говорили очень долго, не повлияло на состояние здоровья, приведшее к летальному исходу. Невыполнение или несвоевременно надлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических или оперативных лечебных мероприятий. И опять. Не повлияло на состояние здоровья, привело к летальному исходу. И так далее. Выполнение непоказанных или неоправданных, нерегламентированных стандартами мероприятий. И дальше опять. Приведшее или не приведшее к какому-то исходу. То есть даже если вы сделали много, но это не было ничем обосновано, тоже есть повод для штрафа. Ну и так далее. Смотрите. Еще момент. Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний, помощь которому могла быть предоставлена в амбулаторно или в дневном стационаре и отсутствие пациента на дату проверки. Вот то, о чем говорил Алексей Александрович. То есть если у вас пациент... Я совершенно спокойно могу прийти к вам, посмотреть вашу историю болезни. И если вы дали сунетениб, и пациент у вас там месяц лежит в стационаре или приходит в дневной стационар каждый день, и нет поводов для того, чтобы его лечить амбулаторно, это тоже очень хороший повод для штрафов. А мы этим балуемся на самом деле. Ну вот сбоку столбики идут, да, 0,5, 0,5, 0,3, 0,8, 1. Это удержание денег, если я сочла, что вы неправильно что-то сделали. И в этом приказе, вот нынешний приказ, он более жесткий. На самом деле еще и штрафы наложены. Там гораздо больше потери денег идет. И последнее. Я прямо на слайды вынесла все, чтобы вы хоть полюбовались о том, за что вас должны проверять. Наличие расхождений клинического и патологоанатомического диагноза. Мы тоже вчера очень подробно об этом говорили. Отсутствие медицинской документации результатов обследования, осмотров, позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица и так далее. Возникает вопрос, в истории болезни не было КТ, МРТ. Но я считаю, что если ваша интерпретация есть, то есть вы пишете, что я видел, я сделала оценку эффекта, стабилизация, частичный регресс и так далее. Это уже есть, позволили оценить. Если у вас отдельно запросили снимки, а давайте мы проверим, правильно ли вы оценили. Это уже другой вопрос. Тоже думайте, когда вам замечание делают, вы как профессионалы отвечаете на эти вещи. Еще момент, который касается в продолжении предыдущего выступления. Необоснованное назначение лекарственных препаратов, одновременное назначение лекарственных препаратов со схожим фармакологическим действием, поверьте мне, вижу и то, и другое. Нерациональная лекарственная терапия, в том числе несоответствие дозировок, кратности и длительности приема лекарственных препаратов клиническим рекомендациям и стандартам, связанные с риском для здоровья пациента. И расскажите мне, почему я не придумаю вам риск для здоровья пациента, если я увижу 15 назначений сопроводительной терапии вокруг одного препарата, противоопухолевого. Мы каждый день говорим об осложнениях противоопухолевой терапии. И почему-то мы тут же конкретно назначаем еще 15 всяких сопроводительных препаратов, которые вообще-то тоже являются химическими соединениями. И одному Богу известно, как они там друг с другом, я прошу прощения, спариваются и что из этого получается. Продолжение следует...